Я хочу на русском языке обратиться к русскоязычным гражданам, которые сегодня очень многие, к сожалению, имеют доступ только к той информации, которую показывает телеканал Додон. Сегодня очевидно, что решение Конституционного сада было не в пользу Додона, но оно не было в пользу Рината Усатова, Майя Санду или кого-то еще. Это было решение в пользу граждан страны, которые понимают, что сегодня изменить стране можно ситуацию только путем правильно организованных досрочных парламентских выборов. И сегодня либо мы защищаем себя, не какую-то конкретную политическую партию, либо над нами будут смеяться и дальше все наши внешние партнеры, как на некоторыми странами 3-4-5 сорта. И поверьте мне, что смеяться над нами будут и в Москве, и в Брусселе, и в Вашингтоне, и в Бухаресте. Перестаньте верить вот этой грязной лжи, где вам рассказывают о заботе, вам рассказывают о том, что вас хотят спасти, вам рассказывают о том, что чуть ли не национального банка можно взять из резерва, выделить дополнительные средства для бизнесменов, нуждающихся и так далее. У Додона было правительство, у Додона было парламентское большинство, у Додона были все инструменты и все рычаги власти для того, чтобы показать свою компетентность как президента, как председателя партии и так далее. Пока Игорь нам доказал, что он только укрепляет свое название Кулек-Буцит. Вот это все, чего добился Додон. И сегодня очень важный момент для русскоязычных граждан. То решение в парламенте, за которое голосовали социалисты вместе с партией ШОР, Додон знает, что его электорат считает его потерпевшим после того, как была проиграна битва в Конституционном суде. И Додон в сегодняшнем решении просто пытается вернуть себе часть электората. Потому что то решение в парламенте, которое сегодня было, увидела вся страна, оно не имеет никакой юридической силы. Это то же самое, если проголосовать за то, что, например, Игорь Додон хочет от боли родить ребенка. То есть это вот примерно такое же решение. Поэтому не верьте этим спекуляциям. И это просто судороги перед досрочными парламентскими выборами, после которых от социалистов, к сожалению, ничего не останется. Партия-то была хорошая. Да-да, к лидеру и кулеку ВМШКОНСЯЧЕНСЯ.